Зачем ходить сюда, на центральный рынок? Два года назад дурно пахло. Рынок меняется, и меняется в лучшую сторону. По большому счету мы отмыли рынок. Вы сейчас очистили рынок, а теперь нужно, по сути, очистить его репутацию. На рынке это обсчитывают, обвешивают, скамят, да? Некоторые люди из предыдущего состава руководства рынка занимались коррупцией. Рынок был убыточный. В 2021 год прибыль по итогам года у нас составила 16 миллионов рублей. Как? Не воровать. Каждая тушка, каждая тара молочной продукции проходит экспертизу в лаборатории в нашей. Все прекрасно знаем, что пенсии маленькие, да? Это бесплатная история для них? Нет, 50 рублей за торговое место. На рынке много изменений произошло за последние два года, и, похоже, еще планируется немало. Всем привет! В очередном выпуске проекта «Город живет» наш специальный корреспондент Глеб Русин отправится на предприятие, о котором каждый из вас точно знает. Каждый из вас наверняка в свое время там бывал. И, на мой взгляд, вообще это предприятие является одним из символов города Иркутска. И это центральный рынок. Но, откровенно признаемся, за последние годы образ и репутация центрального рынка заметно ухудшилась и подпортилась. И причем это связано от общего облика и чистоты внутри до сомнительных взаимоотношений администрации предприятия и тех, кто осуществлял там торговку. Поэтому мы решили побывать на рынке, понять, что там изменилось с новым руководством города и с новым руководством самого рынка. Понять, как там устроена работа сегодня и что важно. Насколько у иркутян у нас с вами появится желание места похода в большой гипермаркет за продуктами отправиться за покупкой именно туда, на центральный рынок. И от себя добавлю, что после съемок мое мнение немного подправилось. 20-е годы 21 века. Работают службы доставки. Можете домой заказать еду готовую или продукты. Есть большие сетевые гипермаркеты. Есть небольшие магазинчики у дома почти в каждом дворе. И есть вопрос, зачем при всех этих условиях ходить сюда, на центральный рынок города Иркутска. В новом выпуске проекта «Город живет» мы разбираемся, как он устроен, как тут все работает. И находим ответ на вопрос, стоит ли вам стать постоянным посетителем рынка. Для начала небольшой экскурс в историю. Вообще центральному рынку больше 170 лет. Многим городам в Иркутской области меньше лет, чем рынок. Многие, наверное, могут вспомнить, каким он был в недалеком прошлом. Вот это вот здание построили югославы пару десятилетий назад. До этого здесь были грязные ряды, внутри здесь был белый, не менее грязный кафель. И, казалось бы, стало все хорошо. Центральный рынок наконец-то после советских времен, после начала 90-х преобразился. Но при этом почему-то к концу второго десятилетия, то есть к концу десятых годов, он стал глубоко убыточным, будучи муниципальным предприятием. Мы хотим узнать у директора рынка, как так получилось и как ему удалось всего за два года после своего назначения кардинальным образом изменить здесь ситуацию. Знаете, я вам так скажу, что первое, с чего мы начали, когда я зашел сюда в качестве руководителя, это наведение чистоты и порядка. Заменили клининговую компанию и, по большому счету, мы отмыли рынок, очистили. То есть, если два года назад, я вам скажу, что дурно пахло, да, здесь было грязно на сегодняшний день. Мы ввели раз в две недели, это санитарный день, это полное наведение порядка. Это санобработка, потому что у нас все-таки продукты питания. Сейчас вы сами не можете не заметить, да, что рынок меняется и меняется в лучшую сторону. То есть, все становится более, скажем так, современно, ориентированно на покупателя. То есть, в рынок становится приятно просто даже заходить. Ну, а вот вы с точки зрения, с точки зрения как раз продавца. Это уже и для нас делается, не только для потребителя. То есть, вот у нас сейчас будут меняться, меняться будет холодильное оборудование. То есть, это тоже все делается для нас. И внешний вид рынка, это не только для потребителя. Это и для нас будет идти потребитель, естественно, выигрыши, кто мы, арендаторы. Переделали полностью входную группу. Теперь у нас двери автоматически открываются. Убрали ступеньки. Постепенно происходит замена устаревших витрин на новые. Появляются красивые современные павильоны. Ну и, наверное, основным этапом сейчас у нас идет реализация такого большого проекта. Это установка экскалатора для подъема покупателей на третий этаж. Я вообще не знал, что в рынке больше одного этажа. Третий этаж у нас идет в процессе реконструкции и строительства. В 2017 году был полностью закрыт, частично даже разрушен. Часто речь идет о том, чтобы вы сейчас очистили рынок. А теперь нужно, по сути, очистить его репутацию, которая, к сожалению, да, за годы предыдущие, она вот такая сложилась. Ну, то на рынке это обсчитывают, обвешивают, хамят, да. Ну, я, наверное, скажу, что это титаническими усилиями нам пока мы стараемся эту ситуацию изменить в корне. Если предпринимателю, и он попался на обсчете, на обвесе, я могу дать второй шанс, то продавцам второго шанса мы уже не даем. То есть если продавец у нас попался на обсчете, на обвесе покупателя, мы с ним расстаемся. Сколько таких случаев? За мой период работы мы уже с четырьмя продавцами так расстались. Работает все в комплексе, потому что, как минимум, у нас в каждом торговом зале стоят контрольные весы. То есть если у вас есть сомнения, что продукция, возможно, не того объема, вы можете взвесить это, убедиться. На ярмарке и в торговом зале у нас работают администраторы, которые готовы рассмотреть любую жалобу, тут же подключиться. У нас есть контактные телефоны размещены на стендах. То есть у меня здесь есть куда пойти и сказать, знаете что, вот там вот в таком-то павильоне меня там... Я подозреваю, что меня обсчитали. Такие люди есть, короче, к которым можно обратиться. Безусловно. Вы можете обратиться, администратор рассмотрит. На сегодняшний день я лично отслеживаю такие площадки, как Яндекс и такую площадку, как Дубльгиз. И 90% отзывов, которые там пишутся, я их рассматриваю. И я же на них отвечаю. Вы лично сидите в Яндекс.Картах и отвечаете? Серьезно? Да. Некоторые люди из предыдущего состава руководства рынка занимались коррупцией. Ну то есть вот хочешь торговать, вот столько ты значит в конвертик и занеси. С этим вот как вообще вы-то боретесь сейчас? То есть вероятно, может остались какие-то предприниматели, которые по старинке хотят порешать вопросики. Если мы вернемся в тот же самый 2018 год, ну для меня, я считаю, что это глупость. То есть для того, чтобы попасть на центральный рынок, это надо было пойти, купить заявление, которое необходимо заполнить и подать его в отдел, где идет приемка заявления. На сегодняшний день двери у нас открыты, то есть в 2020 году здесь на каждой двери, на каждом этаже стоял магнитный замок, без определенного чипа, ключа попасть было невозможно. Это доходило даже до сотрудников, то есть сотрудники, работающие на первом, на втором этаже, не могли попасть на третий этаж, где сидело руководство. То есть на сегодняшний день мы все эти магниты, все эти замки убрали, у нас можно попасть в любой кабинет, любому сотруднику, и предприниматель может свободно попасть в коммерческий отдел, написать заявление, ему выдадут бланк, зарегистрируют в соответствующих журналах, рассмотрят, если есть возможность предоставить торговое место, то оно будет ему предоставлено на безвозмездной основе, согласно условию договора. Появились открытые двери к нашей администрации, то есть мы можем в любое время договориться о проведении встречи непосредственно с Григорием Анатольевичем, он всегда рад нашему появлению, всегда готов обсудить любые вопросы, и раньше, например, это было все так сложно было попасть к нашему управлению. Любой предприниматель со своим вопросом может записаться и подняться ко мне, побеседовать. Я постараюсь максимально вопрос разрешить, либо вникнуть в ситуацию, если он считает, что, возможно, кто-то из моих сотрудников не прав, и если никаких противоречий нет, но, по крайней мере, доступно предпринимателю донести нашу позицию. Почему поступили именно так, а не так, как он хочет. Вы любите вареники? Да. Да, ну давай. А я вас угощу. Под камерой такое вообще нельзя делать, вы что? Нет, нет, давайте-ка мы сами. Рынок был убыточный, администрация вкидывала просто в него деньги, да, несмотря на то, что так же стояли люди, продавали там. Давайте мы пройдемся по небольшой истории, допустим, на 2019 год убытки составили порядка 2 миллионов рублей. В 2020 году убытки составили порядка 42 миллионов рублей, но там есть такой фактор, как пандемия, сильно нас подкосила, но если мы посмотрим уже 2021 год, то прибыль по итогам года у нас составила 16 миллионов рублей. То есть с убытков 42, да, в 20, вы перешли к прибыли в 16. Итого, грубо говоря, вы наверстали так, 42 и 58. По первому полугодию мы уже имеем прибыль 13 миллионов. В этом году? В этом году. Объясните, как? Ну, то есть, как, 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 как? Ну, не чистоту же вы... Не воровать, не воровать. Что такое центральный рынок сегодня? Я бы, наверное, остановился все-таки на том, что это в первую очередь площадка для общения. Вы же, наверное, посещали супермаркеты. Вы берете покупательскую тележку и пошли самостоятельно изучать продукцию. Вам никто не помогает, вам никто не советует. То есть вы, по большому счету, общаетесь сами с собой. А тот персонал, который находится в супермаркете, он в ваших покупках никакого участия не принимает. Если мы начнем рассматривать рынок, да, то у нас каждое торговое место – это продавец. Это в любом случае человек, с которым вы можете пообщаться, у которого вы можете спросить о качестве товара. Он вам может подсказать. При правильно заданных вопросах продавцу вы можете получить именно то, что вы хотите. Они вам могут подсказать, порекомендовать именно ту продукцию, которую вам принесет максимальные положительные эмоции. Рынок – это рынок. На рынок входит у нас свой определенный контингент покупателей, который никогда не пойдет в супермаркет. Ну и сейчас такая, скажем, будет, как… Вот лично я в супермаркет никогда не пойду покупать рыбу, колбасу, сыр. То есть за этим я всегда пойду на рынок, где я могу видеть, что я покупаю, где мне дадут попробовать на выбор несколько, скажем так, видов продукции, где я могу выбрать то, что мне понравится. А рынок и должен оставаться рынком. Рынок никогда не должен превращаться в супермаркет, потому что это отдельные сегменты совершенно. Супермаркет и рынок – мы абсолютно разные. У нас каждый день заводится порядка двух тонн свежего мяса. А это какой-то контроль проходит вообще? На заводе проверяют, а тут? Здесь у нас своя система контроля. То есть у нас есть лаборатория ветеринарная, которая ежедневно работает с 8 утра, и вся продукция непромышленной выработки проходит проверочек. Что вы здесь проверяете? Значит, в лаборатории рынка мы проверяем всю продукцию непромышленной выработки. Мясо, молочная продукция, мед, яйцо, птица битая зимой, все. Овощи. И овощи. Овощи. Каждая тушка, каждая тара молочной продукции проходит абсолютно. Все экспертизы лаборатории в нашей. Что-то у нас по-прежнему все ряды под овощи и фрукты. Да, здесь у нас в большей степени представлена бакалейная продукция, травы, часть где-то фрукты, овощи, яичная продукция. То есть так называемый зал бакалей. Бакалей сделали так называемую улицу товаропроизводителей. На мясных рядах мы внедрили приготовление фарша. То есть можно тут же купить мясо. Да, прямо отдать и выкидать. То есть вы приобретаете мясо и тут же на ваших глазах из вашего же мяса сделаю вам фарш. Отдельно котли, кости будут, отдельно фарш и вы счастливо пойдете домой. Мы хотим продолжить реализацию нашей концепции по зонированию. То есть мясо красненькое, сыр желтенький, рыба синяя. Он наверх, это самопрачка. Зашел большой арендатор Big Family, парикмахерская, салон фотостудии и печати. Огромная площадь. Просто если вот сейчас мы идем туда, в ту сторону посмотреть, там же просто прямо галерея. Вот, целая галерея просто здесь. Здесь порядка 800 квадратных метров. Идет подготовка строительства именно зоны общественного питания. То есть у нас стоит цель зону общепита с первого этажа переместить на третий этаж. Бабушки, пенсионерки, которые торгуют на рынке, обязательно своими там. Вот начинается весна, это редиска, зелень, ну и дальше вот все, что сезонно у нас есть. Как вообще это все организовано? Кто может попасть вот сюда? Могу ли я вот брошу сейчас производство специальных репортажей, пойду на редиску выращивать? Начнем с того, что вас мы туда не допустим. Ну, дискриминация. Нет, нисколько это не дискриминация, потому что вы все-таки трудоспособный молодой человек, да, и вы, наверное, не остановитесь на грядках, а будете где-то зарабатывать. Мы здесь говорим об отдельной категории граждан, да, это все прекрасно знаем, что пенсии маленькие, да. Весь летний период они посвящают своим дачным участкам. Самим не так уж и много надо, они приезжают на рынок ее реализовывать. В 2020 году доходило до того, что они с вечера оставались, ночевали на прилавках ради того, чтобы на утро это место было у них занято. В этом году мы уже провели ряд мероприятий, ограничили объем продукции, которую можно реализовать. Это все-таки ручная кладь, чтобы не было никаких подвозов на машинах. А такое бывало, да? Бывало, бывало, безусловно. И второе условие – это не чаще, чем раз в два дня. Соответственно, мы их немножко проредили, ввели ограничения, и утром администратор их в порядке живой очереди распределяет по торговым местам 42 бабульки или дедульки, которые могут отторговать. Это бесплатная история? Нет, это история не бесплатная, потому что перебираться надо, символическая цена в 50 рублей за торговое место. Если я хочу действительно редиску продавать не на социальных рядах, а вот прям как индивидуальный предприниматель, массово, сколько мне это будет стоить? Цена может варьироваться от 80 тысяч за квадратный метр до 500 рублей, в зависимости от того, что будет лежать у вас на прилавке. От скольки еще раз? От 8 тысяч. Центральный рынок в Иркутске существует не потому, что так исторически сложилось, а потому, что он городу необходим. Ведь это та площадка, на которой сотни малых предпринимателей могут реализовать свою продукцию. В общем-то, единственная в городе. И это та площадка, на которой тысячи горожан могут эту продукцию купить. На рынке много изменений произошло за последние два года. И, похоже, еще планируется немало. Но хочется верить, что вот эта возможность встретиться здесь, может быть, даже поторговаться и купить всегда свежую продукцию, хочется верить, что эта возможность останется неизменной. Это был Глеб Русин. До встречи в новых выпусках проекта «Город живет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»